Здравствуйте! Я хотела бы продолжить рассказы о том, что происходит в Артеке. На днях начальник международного отдела Нина Лазарева озвучила ситуацию, которая произошла в Артеке в связи с заболеванием ковид-педагогов, сотрудников. И реакция, которая последовала от администрации на данное заявление начальника отдела, имела некрасивый вид. Нину обвинили в том, что обиженный, уволенный, сокращенный сотрудник вот так некрасиво мстит. Вот, набравшись мужества и смелости, за что Нине нужно сказать большое спасибо, она озвучила то, что происходит в руководстве самого детского центра. Вот это же хочу озвучить и я. Я международный партнер Нидерланды, культурно-образовательный центр Аллы Паруса Наталья Ван Домбург. Нас, международных партнеров, попавших в данную ситуацию, почти 20. Это 20 стран, 20 стран мира. А попали мы в такую ситуацию, в связи с тем, что замечательный сотрудник, заместитель директора по развитию международной деятельности Евгения Елисеева так решила. Она решила перечеркнуть международные отношения между 20 странами и Артеком. И более 300 ребят, это дети наших соотечественников, дети иностранцев, будут лишены возможности воспользоваться своими наградами, а это поездка в Артек. Что же произошло? Начну по порядку. В декабре месяце мы все получили возможность стать официальными международными партнерами. Наш центр получил 20 квот на 8-ю и 9-ю смену. Мы стали плодотворно работать с международным отделом, с сотрудниками отдела, которым управляла, руководила Нина Лазарева. Человек грамотный, добропорядочный, отзывчивый. Девочки всегда отвечали на все вопросы, была личная связь с нами, с каждым. Мы могли в WhatsApp всегда созвониться, спросить интересующие нас вопросы. Был разработан договор о сотрудничестве, положение о конкурсах. Мы проводили два конкурса. Первый конкурс был «Голландия в судьбе Петра I и в судьбе России». Второй конкурс был «Живая память о Великой Победе». Участие в этих конкурсах принимали дети-сотечественников и дети-иностранцы. Те, кто любит, изучает и использует русский язык. Потому что наша цель пребывания в наших странах, вне России, именно заключается в том, чтобы поддерживать русский язык, русскую культуру. Все наши русские школы, клубы, центры. Мы занимаемся этим, чтобы русский язык и культура среди соотечественников, среди иностранцев, чтобы это всё жило, развивалось. Я уж не буду говорить о том, что Нидерланды и так испытывают большую трудность в политическом положении. Я и сама не раз испытывала на себе трудности после некоторых событий, которые произошли с Боингом. Это очень тяжело. Мы несем колоссальную нагрузку. Но мы знаем, ради чего мы это всё делаем. Мы любим нашу страну. Мы любим русский язык. Мы его поддерживаем, продвигаем. Мы его несем в этих странах. А что ж получается? Евгения Елисеева не заинтересована в том, чтобы мы этим занимались. Что получилось? Дети наши приняли участие в этих конкурсах. Были объявлены победителем. Всё хорошо. Но пандемия внесла свои коррективы. Конечно, мы все понимали, что международные смены в этом году вряд ли будут осуществлены. В связи с этим в апреле месяце я лично обратилась в администрацию детского центра Артек с просьбой о том, чтобы перенести наши квоты на следующий год и дать возможность нашим победителям посетить Артек. Да, мы получили ответ, что вопрос находится в стадии согласования. График уточняется, о чём нам будет извещено позднее. Дети на момент посещения Артека, которые будут иметь возраст 18 лет, смогут посетить Артек в качестве волонтёров. Всё хорошо. Это был апрель месяц. Ничего не предвещало беды. В августе 26 августа мы получаем письма, в которых сообщается о том, что договора с нами, с международными партнёрами, Центр Артек считает незаключённым. Ответственность и обязанности, прописанные в договорах, с себя Артек снимает. Дети, конечно, наши могут иметь приоритет на следующий год при условии, если мы примем опять участие в конкурсном отборе международных партнёров и станем ими победителями. На что у меня был ответ в администрацию. Договор 4 марта подписан обеими сторонами. Считать его незаключённым у меня повода нет. Я попросила признать это мнение ошибочным и понадеялась на дальнейшее благотворное сотрудничество. В результате этих переписок выяснилось, что другие наши международные партнёры попали в такую же точную ситуацию. И всем отказывают на одной и той же причине. Договор не подписан, считать его недействительным, незаключённым и никакой ответственности Артек не несёт. Конечно, мы коллективно обратились в вышестоящие органы, учредители, Министерство просвещения с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Переписка между Артеком и партнёрами, конечно, продолжалась. В результате чего наши коллективные, будем называть своими именами, жалобы. Начальник международного отдела Нина Лазарева оказалась уволена сокращённой. Связаны эти события или нет, я могу только предполагать. Однако факт есть факт. Человек был в отпуске, а её решили вот таким образом убрать. Вопрос. Уважаемый заместитель директора по развитию международной деятельности. А как вы считаете, по личному опыту, люди, которые ищут правды, справедливости, которые заявляют о себе вот таким образом, которые жалуются, у них есть шанс стать победителями в следующем году? Я думаю, ответ очевиден. Знаете, мне уже 57 лет, у меня нету личной заинтересованности бороться за эти путёвки, потому что я не езжу, не сопровождающий, у нас нет никаких финансовых сборов за эти путёвки. Я просто заинтересована в том, чтобы была хорошая связь между нашими соотечественниками, иностранцами, которые любят, уважают, хотят изучать русский язык и культуру. Связь между Нидерландами и Россией через Артек, чтобы эта связь не рвалась, чтобы она крепла и развивалась. Поэтому, извините, я, ну, не верю я в честность ваших намерений, судя по тому, как вы со своими сотрудниками обращаетесь. Дальше, на днях, наша переписка продолжалась, продолжалась, и в конце мы получаем письмо. Все. В соответствии с тем, что конкурсный отбор детей был проведён ранее срока подписания вами договора, Центр Артек не может перенести квоту. А подпись уже первый заместитель директора Евгения Елисеева. Какой же такой международной деятельностью все эти годы занималась Елисеева, что её так повысили? О каком развитии она заботится? Это личное её какое-то решение или её стратегический план? Вот хотелось бы, чтобы она озвучила это. Поэтому мы обращаемся, мы, международные партнёры, к учредителям. Мы привлекаем внимание к сложившейся ситуации. На каком основании один человек решает, быть международным партнёром или не быть. Посетят дети, победители, лагерь Артек или они не посетят. Причина, которая указана в этом письме, она смехотворна. Договор подписан обеими сторонами 4 марта. Положение двух конкурсов подписано обеими сторонами 4 марта. Протоколы конкурсов опубликованы, отосланы, подписаны жюри 20 марта. Вся эта документация официально была размещена на официальном сайте в разделе международные партнёры Артека. Если вы это удалили, у нас есть скриншоты. При необходимости копии всех оригиналов мы все готовы предоставить. Мы обращаемся ко всем, кто имеет право проверять деятельность руководства Международного детского центра Артек в отношении работы с международными партнёрами, дать оценку профессиональным качествам и профессиональной деятельности первого заместителя директора Елисеевой. Ну, тут, наверное, должны быть аплодисменты. Человек повысился в должности. Нет, простите, этого не будет. Человек, который таким образом ведёт свою деятельность, ну, должен понимать, за что он отвечает. А если он понимает, он должен отвечать. Поэтому мы ждём ответа. Продолжение следует...